Это зимой, а мазарцы тянутся стройными рядами на любимую Чечатку, чтобы порыбачить. А совсем недавно, летом и осенью, река выглядела вот так. Между тем, Чечатка – основной источник питьевой воды для поселка. Чтобы иметь возможность набрать воды из реки, здесь дважды строили плотины. И та, и другая почти разрушены. Они маленькие речки. Вот сколько воды, видите, буквально. А как сдурит от берега до берега, горная река. Такое плотиной, а что, где она? Она выходит же, вода, где она? Уйдет вся последняя. Будет поселок без води. Это вдруг, если летом вода прибудет до максимального, ее смоет последнюю, все и то. Отсюда же из Чечатки в Амазаре снабжают водой поезда дальнего следования. То есть отравиться водой, загрязненной золотарями, можно не только, проживая в поселке, но и проезжая большую станцию по железной дороге. Инициировали проверку по большой Чечатке. Там Оукулинская тоже сбрасывала напрямую, а там водозабор в Амазаре. Он, правда, находится под русловой, он под руслом идет. Где-то метра четыре под руслом галерея. Не факт, что туда просочится эта вся муть и так далее, но тем не менее это все-таки близость к водозабору. Мало ли какие-то там гидротехнические сооружения вдруг дадут сбои, туда вода просочится и все, и люди останутся без воды в целом поселке. Не только люди, но еще и экипировка железнодорожных вагонов там идет. Они покаялись, что они виноваты, и нам даже в бюджет перечисляют некоторую сумму в рамках социально-экономического партнерства. На эти деньги отремонтировали стадион. В конце 2015-го старатели из компании Кулинская за загрязнение большой Чечатки оштрафовали на 100 тысяч рублей. Для золота добытчиков это небольшие деньги. Сейчас жители поселка берут воду из проруби. Ключи, которые утоляли жажду осенью и летом, перемерзли. В будущем, возможно, будет еще один выход. Плотину для производственных надобностей в Амазаре строят на целлюлозном комбинате. Здесь заранее обещали помочь со снабжением населения поселка живительной влагой. Правда, в этом случае стратегический вопрос обеспечения питьевой водой окажется в руках у китайского предприятия. Ирина Трофимова, Анна Кулигина из Макочинского района.